Вопрос поддержания чистоты и порядка в городе всегда стоит на первом месте. Ведь Сочи – город круглогодичный. Сюда приезжают миллионы туристов. Проводятся развлекательные и деловые мероприятия различных уровней. Особое внимание в плане благоустройства сейчас необходимо уделить Хостинскому району. С 1 по 5 июля здесь во второй раз оберутся мастера цирковых жанров со всего мира. Следом курорт примет всемирные хоровые игры. И такая антисанитария, как на площади у одного из супермаркетов на Светлане, неприемлема. Вся территория усеяна остатками жевательной резинки и голубиного помета. Представители магазина утверждают – проводят профилактику, площадь моют. Но этого недостаточно для поддержания санитарного порядка, отмечает мэр. «Это ваша земля. И мы будем либо вас штрафовать постоянно, либо ваши руководители поймут, что что-то надо делать, будут ко мне обращаться. Я буду объяснять. Вы знаете, все профилактические работы ни к чему не приводят». На руководителя супермаркета уже неоднократно составлялись требования и протоколы. Два только за последний месяц. Штрафы за нарушения не оплачивались. Теперь, если в течение 60 дней они не произведут оплату, то уже судебных разбирательств не избежать. Порядок должен быть не только на центральных улицах. Во время обхода мусора оказалось много на улице Черноморской, которая идет вдоль набережной. Кстати, следить за порядком необходимо и на пляжах, напомнил Анатолий Пахомов. Перед началом летнего сезона их засыпали галькой, а вот разровняли не везде. «Я ставлю вопрос перед главой района о том, чтобы рассмотрел вопрос дальнейшей работы директора дирекции. Потому что это его работа, и он должен быть всегда в работе и следить за этим. Не должны мы ему контролировать это, ходить технодзор осуществлять». Также стоит вопрос и о смене заместителя главы района по ЖКХ и благоустройству. А вот регулярные обходы мэра по улицам курорта всегда приносят результаты. Так, например, по итогам прошлого визита Анатолия Пахомова на улицу Грибоедова по просьбе сочинцев там появилась оборудованная автобусная остановка. По словам местных жителей, раньше здесь был только дорожный знак. Теперь пассажирам есть, где укрыться от дождя или солнца. «Стою, солнце не печет на голову. Прекрасно, спасибо за внимание к жителям города». Подобные инспекции по районам города будут продолжаться. Причем заранее знать, куда отправится мэр, никто не будет. Таким образом, уверена Анатолий Пахомов, следить за чистотой и порядком ответственные за это сотрудники будут тщательнее.